Музыка Открыть этот митинг торжественно с травмой и вспомнить те дни, когда это произошло. В 1986 году, кто помнит, была такая же погода на первомайские дни, тоже было пасмурно, шел дождь и было вот так. И мы еще не знали о той катастрофе, которая произошла, только чуть позже мы узнали из наших средств нашей информации. Были брошены все средства и силы на ликвидацию этой аварии. К сожалению, как было сказано, 28 наших сограждан заболели острой лучевой болезнью в результате этой аварии и в скором времени погибли. Более 600 тысяч человек приняло участие в ликвидации последствий этой аварии. Во время ликвидации этой аварии потребовались массовые переселения граждан из зоны отчуждения и привлечения практически ликвидаторов со всего Советского Союза. Для ликвидации этой катастрофы. Хочется сказать слова глубокой благодарности тем, кто сейчас присутствует, тем, кто отдал свое здоровье, самотвержденно работал для блага всей страны, для того, чтобы последствий этой ликвидации были меньше. Спасибо вам большое. Всем собравшись, я желаю крепкого здоровья, благополучия вам, вашим семьям, процветания, мира нам всем, долголетия. И мы будем вечно помнить тех, кто отдал свои жизни за нас, ликвидируя эту аварию. Спасибо большое. Сегодня вся страна отмечает очередную годовщину трагедии на Чернобыльской АЭС. Сегодня все мы вспоминаем тех людей, которые совершили геройский поступок в мирное время. Действительно, ценой своей жизни, ценой своего здоровья они отправились в этот путь для того, чтобы сохранить мир, сохранить жизнь тысячам-тысячам людей. От лица администрации Сенгисепского района, главы администрации Виктора Эвридовича Гешили, хочу пожелать вам всем крепкого здоровья, мужества, стойкости. И чтобы над нашим Сенгисепским небом всегда был мир, спокой и процветание. Спасибо вам. Вечная память тем, кто тогда, в майские дни, встал на защиту и ценой своей жизни, своего здоровья, не думая об этом, а может быть и думая, но все равно выполнили свой долг. И Царство Небесное, и тем людям, которые были уже спокойно, которые пришли. Один, и второй, прекрасный. Александр Николаевич. Вы помните демонстрацию, которая проходила в усиленном режиме, то есть в скоростном. Я впервые за 25 лет службы в армии помню такую команду. Сидеть в автобусах, не выходить и всем курить в автобусах. И быстро бегом пробежали. Вторая волна, это было 8 мая. В 22 часа начали приходить повестки, вызывать людей и отправились. Все, с Кингисеппо у нас ушло первой волной 70 человек. Всего ликвидаторов с Кингисеппо района было около 300. В настоящее время их осталось 65 человек. Плюс 5 человек выехали в другие города. 43 живет в Кингисеппе, 11 в Ивангороде и 12 человек в районе. Я не буду долго говорить. Желаю вам здравия всем, кто это самое. Но в дом сохранить мужество и всем встретиться здесь через год. Музыка. Музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok